Ну ладно, вы выяснили, что спорта в городе у нас много. Хочешь на лыжах катать и хочешь на сноуборде, а хочешь из винтовки в тире стреляй. Но надо же духовно просвещаться и эстетически развиваться. Ты где таких слов понабрался? В театральной студии. Актер, значит? Самый настоящий. Ты хоть когда последний раз в театре-то был? Недавно на Ромео Жанете. Что-то там про любовь было. А вот ты знаешь, мне всегда было интересно заглянуть за кулисы театральной жизни и узнать, как там все устроено. Ты когда-нибудь хотел познакомиться с настоящим актером или актрисой? Да, конечно. Давай попробуем. У них наверняка в группе ВКонтакте много актеров. Да, например, Оля Есина. Она играла одну из главных ролей в Ромео Жанете. Слушай-ка, а может она нас и проведет по самым интересным и потаенному галкам? Театра. Слушай, она написала, что ждет нас через полчаса у театра. Поехали. И как вы уже поняли, дорогие друзья, новый выпуск программы целиком и полностью посвящен театру. А мы не перестаем напоминать, что эта передача от нас, подростков, именно вам, подросткам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, стереотип, что театр. Театр начинается с вешалки, уже не актуален. Это Валентин Михайлович. Он вам расскажет о столярном цехе. Здравствуйте. Ну что вас интересует, Игорь? Что вы тут делаете? Столярный цех, этот цех можно назвать условным. Почему? Просто вам кажется, что здесь изобилие древесины, древесных материалов, древесных плит. Поэтому кажется, что мы здесь занимаемся только столярными, ну, столярные изделия только делаем. Но если учесть, что мы здесь делаем и мебель, значит, мы краснодеревщики. Мы здесь реставрируем старую мебель, значит, мы реставраторы. Мы работаем и с оргстеклом, и с различными полимерными материалами. И у нас есть и металлические конструкции. Поэтому наша профессия, мы не столяра, мы художники-декораторы. И поэтому цех я бы назвал художественно-декоративным. Потому что, как вы знаете, театр начинается с вешалки, а любой спектакль начинается с декораций. Как оказалось, именно здесь, среди досок и опилок, начинается жизнь практически всех декораций, которые впоследствии будут украшать сцену на очередной премьере. С помощью эскизов столяра воссоздают задумки художника-постановщика. И только после этого заготовки отправляются на дальнейшее оформление в бутафорский цех. Смотрите, вот сейчас мы работаем с приглашенным художником. Вот видите, как мы работаем. Вот нам художник, вот это вид декорации. Он нам дает декорации, основные размеры для нового спектакля. И мы начинаем над ней работать. Спереди, вы видите, по задумке художника, здесь будет как бы город с окошечками, с подсветкой. И будет он, зрительный зал, выглядеть как город. А когда сцена перевернется, здесь уже будет как домашняя обстановка. И вот эта выемка, это как книжная полка. Святая святых театрального закулисья. Это, конечно же, костюмерная. По темным коридорам нам удалось попасть на склад, где хранятся костюмы из текущих спектаклей. На двухъярусных вешалках в этом небольшом помещении поместились костюмы с 35 спектаклей. Как вы ухаживаете за костюмами? Приводим их в надлежащий вид, потому что актер должен выйти на сцену, и его ничего не должно отвлекать от своей работы, тем более костюм. Мы все делаем для того, чтобы актерам было удобно работать в костюмах. Во всяком случае, стараемся. На примере этого костюма могу показать, что, сами понимаете, что ткань очень нежная, и все может расползтись. Эти костюмы мы стирать не можем. Их мы отдаем химчисту. Это у нас в театре считается одной из старых реликвий. Сшиты они, да, в Москве. Здесь даже есть клеймо, если, может быть, увидите. Первое клеймо вот здесь можно прочесть. Императорского московского театра и орел. Пошив этих костюмов очень интересный. Если можете заметить, раньше клеевой как таковой не было, чтобы он был твердый. Прокладывали китовым усом. И вот он до сих пор сохранился. А ты знаешь, что наш театр получил грант в размере 5 миллионов рублей на развитие материальной базы и создание новых спектаклей? Это что за спектакли такие? Мелодрама «Афинские вечера» и «Вадевиль» так не бывает. Это спектакль, в котором не только играют, но еще и поют. Что, живьем? Да, поют они действительно живьем. И в этом есть большая заслуга нашего педагога по вокалу Ирины Васильевой и нашего звукорежиссера Дмитрия Чуйкова. Дмитрий, скажите, пожалуйста, чем занимаются звукорежиссеры и звукооператоры в театре? Как вы понимаете, в спектакле, кроме работы артистов, звучит музыка, артисты могут петь. Также иногда действия происходят в глубине сцены, и поэтому нужно подзвучить сцену. Наша работа заключается в том, чтобы провести спектакль, подготовить всю музыку, все шумы. Все начинается с подбора материалов для спектакля по задаче режиссера. Музыка, шумы, если требуется, записываем артистов, монтируем, записываем фонограммы. То есть все, что звучит, делаем мы. Сейчас мы имеем дело уже с цифровыми пультами, что здесь, что в рубке. Чем хорошо, что они совмещают в себе множество приборов, которые раньше были как бы отдельно. И можно все запомнить, сцены, кусочки спектакля, то есть все это автоматизировано. Мало кто знает, но в нашем театре круглые сутки работает пожарный пост. Ну, естественно, он отвечает за безопасность наших зрителей, нашей декораций, ну и артистов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ребята, это Сан Саныч, он вам расскажет обо всех вот этих... О работе системы пожаротушения театра. Да. У нас здесь, значит, находятся две системы пожаротушения. Это спринтерная, почему она спринтер называется. Здесь всегда у нас сейчас она находится с водой, под давлением воды, который идет в СТЭЦ в системе и к нам приходит. Они, вот эти вот трубы, вот идут. Они идут по комнатам театра, и там стоят у нас распылители наверху. У нас выходят еще вот пульты. Если пожар случился, здесь у вас есть пожар, лампочка. На пожар сразу подается сигнал, звонок или ревун. Здесь все слышно, трещит. И автоматически, если на пожар сработают, идет на стойку оповещения. Вот эта вот у нас тоже стоит секция первая, дренчерная. Она подает воду, вот когда вы в театре на сцену смотрите, вдруг на сцене произошло загорание. И вот эта вот система автоматически включается. Здесь кнопка у нас, вон там есть. Мы нажимаем, и двигатель вон наверху поднимается, и вода отсекает зрительный зал от сцены. А с пожарного поста мы прямиком отправились туда, куда уж точно не ступала нога простого смертного. Оркестровая яма. Для драматического театра на сегодняшний день это большая редкость. Из оркестровки можно без труда попасть, куда бы вы думали правильно, на сцену. И своими глазами увидеть монтаж декорации и техники перед вечерним спектаклем. Автором художественного оформления к постановке «Так не бывает» стал главный художник театра Владимир Ширин. Владимир Николаевич поделился с нами секретами создания макетов, декораций и ответил на главный вопрос. Владимир Николаевич, в чем заключается работа художника-постановщика? Вместе с режиссером придумываю спектакль. Режиссер придумывает его душу, а я придумываю его оболочку визуальную. А оболочка спектакля – это что? Нужно придумать атмосферу, нужно придумать среду, в которой будет спектакль. То есть нужно придумать декорации, говоря простым языком. Придумать декорации, придумать костюмы для актеров. А в дальнейшем, когда вот эта материальная часть готова, и все выходит уже на сцену, актеры в костюмах, декорации, вместе с режиссером мы это дело уже, как говорится, сшиваем. То есть подводим свет, музыку, ну и так далее. То, что вы уже увидите, когда приходите на спектакль. Готовый продукт. Как создается макет в спектакле? Прежде чем дойти до макета, с режиссером находим решение. Ну то есть режиссер говорит, что бы он хотел сделать, а я пытаюсь, как сказать, найти визуальное, так сказать, воплощение того, чего хочет режиссер, что он себе представляет. И вот когда мы находим общее, то есть я делаю то, что хочет режиссер, то, что он видит, и я, как скажем, это воплощаю, я приступаю к изготовлению макета. Когда мы делаем макет, эскизы, чертежи, режиссера все удовлетворяет, устраивает, и тогда мы это все начинаем опускать в цеха. Да, все-таки у нас клевый театр. Особенно, когда знаешь, чем живет за кулиси театра, сразу хочется пойти на какой-нибудь спектакль. Так давай узнаем, когда у нас премьера. Здравствуйте. Когда будут продаваться билеты на новый спектакль? На новый спектакль на Сильвия будет продажа 3 марта, 4 марта, 18 марта, начало 18.00. Это было наше время. До скорой встречи. Увидимся через месяц. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин